Потому что для меня это символическое возвращение Ивана Ивановича Толстого в Казань, которые у него связаны счастливые и юные годы учебы в Казахстанском университете. И, конечно, для нас, для очень многих людей, война 12-го года, это, прежде всего, роман Толстого «Война и нет». Самое великое из произведений, запечатлевшее в этот период всемирной истории и истории нашей страны. Когда мы смотрим, в том числе, на эти портреты, портреты двух дедов Толстого, князя Николая Сергеевича Болконского и графа Ильи Андреевича Толстого, мы можем, зашивочно открыв роман «Война и нет», прочитав описание старого князя Болконского в Высых горах и графа Ильи Андреевича Ростова в Отрадовом и в Москве, увидеть, что эти толстовские герои, персонажи его романа, как бы сошли с портретов, которые мы здесь видим, старый князь Николай Сергеевич. Толстой сохраняет даже имена своим героям и имена своих родных дедов, тем самым делая любимую эпопею семейной садой, историей о собственной семье своих дедов, родителей. Про Николая Ростову безошибочно узнаем отца писателя Николая Ильича Толстого. В Нижнем Ане с чистыми мыслилыми, чистыми глазами узнаем мапу писателя Марину Николаевну Волконскую. И вот все это сейчас здесь, в стенах временного казанского кремля, мне кажется, что в этом есть такой символический мост, который перекинут и с времен 1812 года, и с времен юности самого Толстого в наши сегодняшние дни.